На перевалочной базе Экоресурса кипит работа. Мусор грузится в Тонар и вывозится на полигон в Усть-Абакан. Эта площадка, которая находится в черте города, давно не терпит никакой критики. Складировать отходы, пусть и временно, вот так просто нельзя. Есть решение суда, предписание надзорников и регионального оператора. Экоресурсу за подобное грозит даже при остановлении деятельности. Свидетели говорят, несмотря на все замечания, мусоровозы продолжают здесь разгружаться. Аналогичные жалобы поступили в том числе и на имя президента России. На место был вынужден выехать заместитель главы Хакасии. Знаю, что мы приедем, гонят картинку. Сколько вывозится, вот у меня справка есть, сколько было собрано по городу Саиногорску, сколько было утилизировано, вывезено. В два раза меньше. Куда половина идет мусор? Идет он сюда. Руководитель филиала компании «Аэросити-2000» в республике парирует. Экоресурс, как подрядчик, взвалил на себя тяжелую ношу. Фирма, после того, как осталась на рынке одна, вывозит бытовые отходы с Черемушек, Майна и Саиногорска. Плюс за собственный счет утилизируют эти отвалы. К ним регоператор отношения не имеет, но помогает убирать. В течение месяца свалка исчезнет. Чтобы быть объективным, давайте начнем сначала. Никто внимания на этот участок не обращал, в принципе, изначально. Никто не контролировал, что там происходит, никто никаких обращений никогда не писал, пока ситуация не дошла до той стадии, которую мы имеем сейчас. На совещании в администрации Саиногорска прокуратура непреклонна решение суда о ликвидации площадки должно быть исполнено в кратчайший срок. Что касается прочей работы компании «Экоресурс», больших проблем в обслуживании населения выявить не удалось. Город в выгребную яму не превращается. Да, за отходами спецавтомобили приезжали не всегда вовремя. Графики и маршруты движения тоже не идеальны. Впрочем, руководители ряда управляющих компаний уверены, народное возмущение разжигается намеренно. Мы опрашивали наших дворников, всех техничек, оставляют ли наши люди мусор. Нет, никто не оставляет. То есть то, что было с придомовой территории, они это собирают. То есть у них остались те же объемы. Наши жители никакого мусора нигде не оставляют. Достоверный факт. Коммунальщики, на чьей территории были зафиксированы кучи, и кто больше всего кричит об мусорном коллапсе, имеют того же учредителя, что и компания «Чистый город». Именно с ней рекоператор не продлил договор на оказание услуг. Получается, едва ли не саботаж. Специалисты подчеркивают, не исключено, что разрешить все эти дурнопахнущие споры и конфликты можно лишь одним способом – установить во дворах мусорные баки. Я считаю, что мы живем в 21 веке, и привязываться к машине по сбору мусора не очень целесообразно. Людям будет удобно выносить мусор тогда, когда они захотят. Площадки также позволят снизить вероятность появления новых стихийных свалок вокруг города. Проблема в том, что большинство жителей Саиногорска выступает за сохранение старого способа вывоза ТБО. Андрей Паховов, Андрей Доржу, РТС.